Добрый вечер, друзья! Как обычно, по четвергам в течение всего этого года мы рады приветствовать вас в лектории кочевников. Очередная тема, новая, интересная, управление стрессом через питание и тело. Мария Фромберг, специалист по нутрициологии, преподаватель йоги и замечательный экстремент вопросов питания. Прошу, Мария. Я рада, что вы нашли время в этот мартовский день поделить внимание стрессу этим вопросам. И проблемы всех нутрициологических лекций, что они очень занудные и часто говорят о том, как нужно, как нужно, и мы вроде бы это и так знаем. И одна из моих задач — это вас усыпить, вдохновить и дать вам какие-то практикоприменимые идеи, которые вы вернётесь домой и сможете реализовать в своей жизни. То есть как будто бы всю эту информацию, ведь можно было где-то прочитать, но ценность того, что вы пришли сюда, к живому человеку, именно в этой моей энергии, моём опыте, живого применения этой информации и в том, что вы уйдёте отсюда не просто с теорией, но с каким-то вдохновением. Это моя такая идея. Некую структуру я накидала такой, сначала в большей теоретической части, мы как будто бы рассмотрим стресс, что это за феномен, вроде тут тоже всё очевидно. Кто сейчас, не знаю, что такое стресс во времена релокации. Но хотелось бы обозначить и неочевидные вещи, аспекты, как мы привыкли с ним обращаться и почему это не считается идеальной стратегией, как можно эту стратегию менять. То есть мы как будто сначала более теоретический влог, потом более практический. Почему мне вообще эта тема очень близка? Потому что она такая межсепинарная. И так уж случилось, что в силу своих компетенций я как бы затронула и работу с телом, потому что начинала я как телесник, преподаватель йоги. И там как будто много-много об этом говорилось. Но другим я начинала заниматься 10 лет назад, таким более эзотерическим языком, но по сути о том же, о снятии напряжения, о работе с дыханием, о работе с мышечными зажимами. Я такая как будто бы долго водилась вот в этой практике, а потом ушла в нутрициологию, и там все вот эти знания о том, как работать со стрессом через нутрицептики, БАДы, питание. И потом у меня это соединилось в голове, что классно, когда это вообще некая триада. Ну, еще и психология сюда же, но это не мои компетенции. Поэтому сегодня мы будем говорить про синие и зелененькие кружочки. Но иногда зелененькие вообще выпадают. То есть человек иногда понимает, что если он в сильной тревоге и, возможно, как-то отражает свою эмоциональную лоббильность, что он стал эмоционально неустойчив, то он может подумать о том, чтобы пойти к терапевту, психотерапевту я имею в виду, он может подумать о том, чтобы, может быть, какие-то седатики применить, но о том, чтобы как-то поработать с тем, редко приходит мысль. Ну, может быть, она не так укоренилась еще, не так стала популярна, и мне бы хотелось ее популяризовать. Ну, про понятия. Важно, что стресс — это реакция, потому что многие мои клиенты, с которыми я работаю как нутрициолог, они, например, мне говорят, ну, вот все, у меня там стресс, и, например, питание скатилось к ужасному чему-то. И мне хочется человеку сказать, что стресс — это же не что-то объективное, существующее в нашей жизни. Это просто реакция этого конкретного человека на обстоятельства, то есть это то, что мы можем точно менять. Классный пример про машину. Например, я водитель довольно давно уже, уже тоже около 10 лет, и когда я приехала в Алмату, для меня это был стресс водить в Алматы, потому что тут довольно специфичный стиль вождения. Но уже через неделю я к этому адаптировалась. То есть, понимаете, стресс — это не что-то, что сваливается на меня и объективно существует в реальности. Это то, как я реагирую на что-то. И, по большому счету, то, то, что сейчас происходит со всеми нами, вот эти времена нестабильности, турбулентности, да, мы можем сказать, можем как будто бы на них пенять и занимать такую позицию, ну, со мной это случилось, и всё. И как бы я себя пытаюсь поддержать разными способами, там, стимуляторами, и как-то скатываюсь на бургеры и фастфуд, ну, а могу и пытаться менять свою реакцию на эту реальность. Вот это важная мысль, мне кажется, что это подлежит нашему контролю в какой-то степени. И есть, более того, в наше время это так изучено, есть инструменты, которыми мы можем управлять, чтобы адаптироваться и менять себя. Ну, вот есть некая там шкала, мне просто хотелось здесь показать, что это динамичная история, она начинается как-то, ну, допустим, вот эта зелёненькая часть, это мы существуем в зоне комфорта, потом она ощущается субъективно как усталость, стрессовая реакция, и потом дальше, дальше, дальше мы уже чувствуем себя всё хуже. И проблема для меня вот тоже как практика в том, что, как правило, люди обращаются, когда они находятся в этой оранжевой или красной зоне, и на самом деле сил на перемен уже достаточно мало. И мне хочется думать, что вот вы сюда пришли, у вас как минимум есть энергия на то, чтобы собрать себя в кучку, дойти, куда-то сесть и послушать, и вы, возможно, не в оранжевой, не в красной зоне, это классно. И информация, которую вы сюда сейчас узнаете, вам будет легче её применять, потому что есть такой принцип, чем выше уровень стресса, тем меньше шаги, которыми мы работаем и которыми мы меняемся. Уже очень сложно сказать человеку, находящемуся, ну, в каком-то, ну, то есть такое нутрициологическое понятие «эдренофатик» или русское слово «сидром уставших напорчников» это человек уже истощённый, который, знаете, утром поспал, но не отдохнул, без кофе я не человек, то есть человек, который нуждается в постоянной стимуляции, уже выгорающий. Ему очень сложно сказать, а давай вот сейчас менять образ жизни, а давай менять питание, у него очень мало на это ресурса. И в этом некая проблема менять надо раньше, чем человек, обычный человек, начинает чувствовать симптомы, толкающие его к переменам. Вот, ну, то есть один из стезисов, пожалуйста, будьте внимательны к себе, сигналам тела и обращайте внимание на свою усталость и эмоциональный фон. Ну, биохимия, может быть, самый занудный слайд, но хотелось об этом сказать, потому что это некое обоснование программы действий. Мы должны понимать, почему и как. Ну, я тоже попыталась суперпростыми словами. Есть некий пул гормонов, который удерживает наш баланс. Есть гормоны, ну, так скажем, положительного толка, окситоцин, серотонин, эндорфиндовмин, и они при стрессовой реакции снижаются, а кортизол и адреналин, так называемые катехоламины, они повышаются. В нескольких важных моментах. Ну, повышается кортизол, и что, казалось бы, что плохого? В конце концов, не нужно рассматривать кортизол как такой ужасный гормон. На самом деле, кортизол — это наша мобилизация. Классно, когда он повышается с утра, и мы без кофе чувствуем себя активными, готовыми решать свои жизненные задачи и сталкиваемся с некими вызовами. То есть, в принципе, не нужно рассматривать как стресс, как неблагоприятное явление. Стресс — это давление, вот эта реальность, это некий вызов. Но здоровый человек, он этот вызов принимает, как-то к нему адаптируется, справляется. Но когда кортизол вырабатывается постоянно, тут вот некая дана ось, как у нас связана выработка этих всех гормонов, начиная от оси гипофиза, и как это дальше идет к органам. Надпочечники — органы, вырабатывающие и кортизол, и адреналин, то есть вот эти вот глюкокортикоиды, так скажем, когда кортизол вырабатывается постоянно, вот в этом минус, когда мы постоянно находимся на высоком уровне кортизола. Там есть несколько отрицательных эффектов. Когда человек все время в таком перевозбуждении, и он плохо спит, он раздражительный, у него появляется… он, в принципе, плохо выносит стресс, он неустойчивый. Это вот этот высокий уровень кортизола. И вторая фишка в том, что когда у человека час будет длительно высокий-высокий-высокий уровень кортизола, то потом надпочечник сдастся, и уровень кортизола станет низким. Это вот и есть синдром уставших надпочечников, такое выгорание, когда всё, у меня уже кортизол низкий, даже утром, когда он должен быть высоким, я утром не чувствую себя бодрым, и мне нужна постоянно какая-то стимуляция. То есть кортизол — такая сложная вещь. С одной стороны, все предприятия говорят, высокий кортизол — это плохо, но с другой стороны, он нам нужен, просто во всём нужен баланс. Кортизол — циркатный гормон, он меняется в течение дня. Утром он должен быть высоким, а вечером — низким. То есть вот, например, сейчас, наверное, у меня от публичного выступления возможно повысится уровень кортизола, и эта возможность кажется на том, что я плохо буду засыпать, потому что когда кортизол высокий, уровень гормона сна, гормон сна не может подняться, они антагонисты. Ну, какие-то вот такие вещи мне хотелось тут вам передать. И проблема в том, что когда у меня низкий серотонин, дофамин, эндорфин, окситоцин, и я в целом чувствую жизнь не такой радостной, у меня много тревоги, переживаний, то происходит, как меняется питание, происходит вот это вот всё. Вот, возрастает потребность организма в энергии, это действительно так, когда у нас идёт стрессовая реакция, она мобилизует организм, и нам нужно больше витаминов, микроэлементов, больше источников энергии. Что у нас в источнике энергии? Это сахар, из которого наши клетки вырабатывают энергии, это глюкоза, и жиры, два основных субстрата, жиры и углеводы, основной источник энергии, в узкие строительные материалы. И человек субъективно считывает это как потребность тела в быстрых источниках энергии. И как думаете, что в этом случае человек ест? То есть это какое-то подсознательное стремление к быстрым сахарам, к фастфуду, в нутрициологии это называется high fat, high sugar, high salt, то есть это еда, которая богата жирами, богата сахаром и богата солью. Ну, весь вот этот наш фастфуд, не обязательно пицца, ну, там, те же самые пельмени или какие-нибудь бургеры, булки, что-то такое быстрое. Я смотрю на что-то, у меня возникает ощущение, ой, я это быстро съем, и это быстро поднимет мой уровень энергии. Вот, то есть это вот комфортно, да, она увеличивается в рационе, ее процент, и к тому же и сами порции увеличиваются. То есть мне как будто бы субъективно кажется, что мне надо больше энергии. Вот, ну и стимуляторы, кофе, алкоголь, возможно, ну, это пищевые стимуляторы, пищевые стимуляторы тоже иногда используются, и по многочисленным исследованиям в стрессе процент овощей становится меньше, а простых углеводов больше. И казалось бы, ну, окей, если этот способ работает, почему бы так не делать? Например, я в тревоге, в переживаниях, я набрасываюсь на хай-фет и хай-шугар еду, мне это помогает, почему бы так и не делать? Зачем нам менять паттерн? И почему это не ок? Потому что есть вот тут некая попытка в инфографике показать некие корреляции. Вот человек, например, ест много жиров, и что происходит с его микробиомом? Много мясных продуктов и много клетчатки. Клетчатка — это овощи. Наверняка вы не увидите эти маленькие буквы, но я вам так расскажу, что разные типы еды влияют на баланс бактерий. И в случае, когда человек ест много жиров и много, например, мясных продуктов, то бактерии меняются таким образом, что они плохо вырабатывают определенные жирные кислоты. Сейчас это называется в нутрицологии короткоцепочные жирные кислоты, всякие там бутераты, которые являются также источником нашей энергии. То есть источник энергии — это не только скушать какую-то еду, и чтобы этот сахар попал в кровь и потом метаболизировался и клетка его сожгла, с помощью кислорода я получила энергию. Энергию также дают нам вот эти бактерии, которые съедают клетчатку, попавшую в кишечник, и вырабатывают специальные вещества, которые мы, люди, не способны выработать. У нас некий такой древний договор, симбиоз, что мы поселили эти бактерии у себя внутри, мы кормим их клетчаткой, эти бактерии дают нам необходимые для жизни вещества, вот эти КЦЖК, короткоцепочные жирные кислоты. И получается, на определенном типе питания, в котором нет клетчатки, то есть, если это часто бургеры, пицца, тесто, мука, там нет корма для этих бактерий, нет пребиотиков, и вот этот микробиом, ему становится очень грустно, ему нечем питаться, там меняется баланс бактерий, они у них выполняют свою энергетическую функцию, это в том числе сказывается на нашем энергетическом потенциале. И еще возникает некая такая ловушка питания, то есть, мне кажется, что я себя загружаю энергией, налегая вот на эту высококалорийную, мучную и быструю еду, но в итоге я попадаю в ловушку своего здоровья, что в итоге набираю вес, у меня окучается самочувствие, у меня начинается отышка, я не могу нормально подняться на лестнице на третий этаж, страдает печень, у меня возникают отеки, и в целом получается, уровень энергии наоборот снижается, то есть, в моменте вот эта вот еда, она как будто бы помогает и дает нам чувство ну такого минутного кайфа, потому что да, происходит релиз эндорфинов, сахара и всех этих гормонов, от которых повышается настроение, но стратегически такая стратегия приведет к нарушению здоровья, это некая ловушка, потому что большинство людей так делает, это как будто самый простой путь, но ведет это не к благоприятным последствиям, это не приведет к устойчивости стрессовой, это не приведет к здоровью, и это не приведет к тому, что я буду с классным уровнем энергии, красив, здоров и молод, нет, скорее, я буду плохо выглядеть, у меня будет мало сил на то, чтобы справляться со своими ежедневными задачами, а не то, чтобы справиться с задачей, например, релокации и адаптации в чужой стране, то есть понимаете, вот эти корреляции, потому что стандартный путь, которым идем каждый из нас, он неэффективен, во-первых, нужно осознать значимость этого вопроса, и классно, если вы после этой лекции придете и еще подумаете, а какие у меня способы самоподдержки, какие у меня способы поддержки себя, когда происходит какая-то стрессовая ситуация, то есть некоторые люди даже не отражают это, не осознают, я только сегодня тоже работала с одной своей клиенткой, которая очень сильно переживает весь последний месяц, и мы там наблюдаем за дневником ее питания, и она каждый вечер съедает либо шоколадку, либо пачку каких-то кукурузных палочек у детей отберет, и она только сейчас поняла, что когда дети засыпают, она садится вечером, включает сериал, и это ее способ справиться со стрессом, то есть ей становится реально эмоционально легче, то есть я как бы все время спрашиваю, а что ты в этот момент чувствуешь, а что происходит, а что ты делаешь, и она только через месяц этих постоянных нудных вопросов поняла, что это ее способ поддержать себя, и может быть у вас есть тоже такие способы, которые вы не осознаете, вот скроллинг в телефоне, или какая-то любимая компьютерная игра, или еще какая-то маленькая привычка, которая на самом деле помогает вам справиться с напряжением, классно, если вы просто будете осознавать, о, окей, это мой способ, это хотя бы первый шаг, второй шаг это загореться неким интересом и любопытством, а как можно еще, а как можно иначе, а можно ли иначе, оказывается можно, и этих способов существует достаточно много, и на сегодняшний момент вообще стресс достаточно исследованное явление, там есть много книг на эту тему, и, в принципе, вот это понятие управления стрессом или стресс-менеджмент, оно в некоторых там, кругах уже набило скомину, потому что про это столько уже сказано, а мы как будто бы до сих пор не научились это применять, и все, идем за шоколадкой в момент тревоги, вот, и это некий второй шаг, это начать себя переобучать, ну, узнавать информацию, вот вы сегодня пришли сюда, и классно, я хотела выделить, что ну, вот работа с коучем, например, или посещение групповых практик, имя, вот слово групповых это важно, потому что когда вы только начинаете менять себя и некие глубокие привычки, которые у вас есть, то очень круто, если рядом есть люди, которые либо так же выяснят, либо смотрят в том же направлении, вы не чувствуете себя одиноким на этом пути, вы чувствуете, что кто-то разделяет эти же ценности и готов двигаться в этом же направлении, вот, и третий важный аспект, я хотела сказать, что для некоторых людей то, о чем я сегодня буду говорить, это как бы это уже не сработает, к сожалению, потому что их уровень стресса и сложность уже запущенность это тем и такова, что им нужна медикаментозная и психотерапевтическая поддержка, да, то есть им там не поможет знать вот эти темы, которые дальше разобьют, там, дыхание, поменять питание, работать с какими-то телесными паттернами, да, уже не поможет, это потому, что может быть вот как раз уже стадия выгранья надпочников, какое-то около депрессивное состояние, возможно, человеку уже нужен антидепрессант и помощь специалистов, я просто хотела обозначить, что уровень серьезности проблемы достаточно большой, то есть особенно, кстати, это мужчин касается, потому что часто женщины, они там или поплачут, или куда-нибудь сходят, на какой-нибудь семинар, на йога-тур поедут, ну что-то как-то сделают, а мужчины часто они как бы там типа, ну устал, устал, там как бы устал уже полгода, ну год уже устал, и как бы потом он себя обнаруживает в какой-то апатии, когда он не может встать с дивана и ему очень плохо, на самом деле парень вообще там выгорел и сил дальше меняться вот как раз нет, поэтому будьте внимательны и есть, на самом деле я перед лекцией посоветовалась со своими коллегами, у меня есть там коллеги-психологи, которые занимаются расстройством пищевого поведения со своей там позиции, вот я спросила, есть ли какие-то маркеры приняты в психологическом сообществе, вот кто работает с РПП, что можно понять, я просто много ем, или я вот уже как бы у меня расстройство пищевого поведения, но вот мне назвали такие три симптома, на которые можно обратить внимание, что первое, у меня нет контроля, то есть, например, вот лежит пачка шоколадки, мы купили ее с партнером, с мужем, и допустим, я сначала думала, съем две дольки, а потом как бы я ем, ем, и оказывается, что я всю пачку съела и контролировать себя не могу, вот этот критерий, что нет контроля, и второй, это затяжной характер, то есть, это длится, допустим, около двух месяцев, но мне кажется, два месяца это уже даже долго, можно уже за месяц такого поведения начать принимать меры и повторяется больше двух раз в неделю, то есть, вот такие моменты, у кого может быть есть, обратите внимание, ну, просто, может быть, задуматься. Это такая общая информация, я скажу еще о методах самоподдержки подробнее. Вот важный слайд, мне хотелось сказать, что важно, когда вы начали переобучать себя, по-другому реагировать на стресс, дать себе время, у меня, вообще, я довольно реактивный по своей природе такой человек, была и есть, наверное, то есть, у меня ушел где-то ход на переобучение, не то, чтобы я прям каждый день об этом думала и работала, но как-то я мысленно возвращалась к этому, часто это, кстати, происходило после стрессовой ситуации, я думала, блин, почему я поступила так, я опять среагировала, почему я не могла, а как я еще могла поступить, ну, я относилась к себе с таким, как бы, compassion, ну, то есть, сострадание, ну, то есть, я понимала, что, да, сейчас я веду себя вот так, возможно, вот как раз я давала себе время, возможно, мне нужно чуть больше времени, чтобы чему-то научиться, в это важно не попадать, вот этот токсичный круг вины и стыда, знаете, что, блин, у меня не получилось не съесть шоколадку, или у меня не получилось не скролить телефон до двух часов ночи, значит, я какой-то не такой, то есть, давать себе чуть больше сострадания, но и как будто бы все равно направлять себя, направлять все время к этой теме. Я себя переобучала через тело со стрессовыми ситуациями справляться, я вот с такими случаями стоя рассказываю лекцию, это важно, это важный момент, потому что один из аспектов стрессовой реакции, что у нас заключается связь с ногами, мы как будто бы их хуже чувствуем, часто у некоторых людей они становятся прям ватными, и один из соматических принципов работы со стрессовой реакцией через тело, это почувствовать свои стопы, встать на свои ноги, почувствовать свой рост, почувствовать себя не сжато, потому что стрессовая реакция это сжатие, оно в рот расширяется во все стороны, как некая лампочка, то есть, я чувствую, одновременно разговаривая с вами, что часть моего внимания находится в моем теле и продолжает как будто бы уже эту автоматическую работу, и даже казалось бы, это какие-то смешные немножечко вещи и странные, ну типа встать на ноги, почувствовать, что ты расширяешься, но они реально работают, это как телесный код, то есть, у нас есть телесный код, который мы можем, ну то есть, эмоции влияют на форму тела, но и форма тела влияет на эмоциональное состояние, которое я проживаю, но вот на то, чтобы перезаписать, что я что-то делаю со своим телом, даже, может быть, просто осознаю, как я дышу, у меня ушло много времени, это при том, что я была практиком йоги и преподавателем уже 10 лет, я просто хочу сказать, что если вы начнете этим заниматься, это нормально, что это долго, почему, потому что, когда с вами происходит какая-то неведомая хрень, ну то есть, когда вы становитесь в сложной ситуации, вы не можете с ней справиться, и вам эмоционально тяжело, у вас нет инструментов, то ваши, ну, есть такие сложные, как бы, пути объяснения, какие-то лобные доли, там типа неокортекс, вот эти осознанные реакции, они перестают работать, работают автоматические реакции, то, как вы привыкли делать, какой паттерн уже сформировался, что вы привыкли делать, вот это и сработает, то есть нужно, по сути, себя приучить просто делать по-другому, просто затренировать какой-то новый навык, и нужно это делать в спокойное время, а не когда с вами уже случилась беда, когда вам плохо, вы себя уже не переобучите, нет энергии на переобучение в моменте, вот, то есть повторяя, 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 допустим, какой-то навык, замечать свое дыхание, послушать какую-то музыку, обвиняться с любым человеком, вы, может быть, просто через какой-то момент вдруг с вами что-то случится, вы поймёте, что вы это применили. Я тут хотела в названном порядке причислить некие методы, они больше про вот этот зелёный кружок, про тело. Первое, кстати, о чём хотелось сказать, режим санатория. Было забавно использовать этот термин, находясь вне санатории. Когда человек сталкивается с каким-то стрессом, выгоранием, тут можно сказать в нескольких важных аспектах. Кто-то будет есть всё время, а кто-то вообще не будет есть. И очень важно спланировать, как у вас будет вообще строиться питание. Не обязательно готовить самостоятельно. Можно спланировать, что в каком приложении я делаю доставку. Ну вот даже просто вот эти банальные вещи. Если у вас даже на это нет сил, бывают такие ситуации, делегировать, позвонить маме, сказать, делай мне доставку каждый день. Супа. И яичницы. Почему это важно? Потому что как раз таки еда — это источник энергии. Позвращаясь сначала в лекции, стресс повышает расход энергии. То есть, если вы не будете нормально есть, если вы будете «Так, а что я сегодня ел? Бутерброд. Я пил воду. Так, я, кажется, попил кофе с утра». То есть, если вы будете в таком режиме, то вас сил не будет на адаптации к ситуации будет очень мало. и еще такой важный аспект, что через планирование еды мы можем ощутить некий контроль хотя бы над своим маленьким кусочком реальности. Но это характерно для тревоги. Вот, например, я так понимаю, что есть тут часть релагантов, но, например, с нами что-то случилось, мы не понимаем, как сложится дальнейшая ситуация, мы в ситуации большой нестабильности, когда я же строю свои действия, я не могу ничего планировать, я чувствую большую тревогу, и в этот момент я могу хотя бы спланировать, что я буду есть завтра, я могу хотя бы спланировать, какие я продукты куплю, и это маленький участок моей боли, моего контроля, благодаря которым снижается ощущение тревоги, и это классный, кстати, лайфхак. Еще, когда мы готовим, то есть я спланировала, что я, например, куплю, не знаю, какой-нибудь томаты и там руколу, и потом на следующий день я купила, сделала это слад, это вся цепочка простейших бытовых действий, она тем не менее покажет моей системе, что да, я что-то контролирую, я могу довести это до конца, получить результат, и у меня появится дофанин, ой, я что-то довела до конца, то есть даже такие маленькие делишки, они важны, вот, это вот про режим санатория, вот эти все банальности, даже как бы я понимаю, что это капитан-очевидность, но тем не менее они слетают, когда мы в стрессе, режим, режим сна и отдыха, отдых тоже надо что будучи там мамой, женой, работающим человеком, если я не спланировала себе отдых, то его как бы и не будет, никто мне его не обеспечит, то есть это важно делать, про гукол календаре, а я себе пишу, что у меня в такой-то день прогулка, днём, и дело, если я это не написала, я не сделаю, я не вспомню, и дальше по телу пройдёмся, дорогие друзья, даже вот я, может быть, сделала небольшую практическую часть, чтобы вы передохнули, дыхание, дыхание вообще валидный способ, он реально подтверждён, я там всякие слышала вебинары и английских нутрициологов, и американского там сообщества, связанного с работой за стрессом, ну в общем, это прям международный способ, он действительно работает, и прикольно, что я с этого начинала в йоге, когда это было больше, так окружено ареалом эзотерики, парадоямы, но в итоге я пришла к этому даже через нутрициологию, почему это важно, дыхание происходит у вас прямо сейчас, даже когда вы об этом не думаете, это часть вегетативной нервной системы, даже если я не думаю о своём дыхании, я всё равно дышу, мой мозг и дыхательный центр анализируют, как мне нужно дышать, и это происходит независимо от моей воли, но с другой стороны я могу почувствовать сейчас, как идёт моё дыхание, где оно, верхняя часть лёгких, нижняя часть лёгких, или может быть оно очень поверхностное, или оно глубокое, или оно частое, или оно длинное, и я могу коснуться своей воли и дыхания, и могу начать дышать спокойнее и мягче, и получается, это такой некий мост между тем, что делает мой организм автоматически, и тем, как я управляю собой, и это очень быстрая штука, находящаяся под рукой, даже ещё ближе, чем шоколадка, она прям рядом со мной, моё дыхание, для того, чтобы управлять своим состоянием и менять, и сейчас такой огромный тренд на работу с дыханием, и что только не сделано, чтобы современные люди мы с вами дышали, всякие разные классные упражнения, где чуть ли там не потанцевали музыку, такой бит, зажигательный, девушка, говорит, как нужно дышать, вот это breathe with me, может быть, вы знаете недавно реализованный проект, вот такой он нашумевший, да и в принципе ничего не нужно на никаких упражнений, хотя бы просто обращать внимание на то, как я дышу, когда вдруг у меня с кем-то сложный разговор, какие-то переговоры, и я вам хотела даже предложить сейчас сесть поудобнее, и кто вот так вот сидит на своём корчике, сядьте ровно на седалищные кости, я хотела сказать, что как бы вот многие люди так сидят, вот так, то есть когда мы сели на седалищные кости, нам сразу легче спину прямо держать, вот, и мы сделаем простейший квадрат дыхания, наверняка многие из вас его знают, но просто хочется, чтобы вы заметили изменение состояния, 5 секунд на вдох, 5 секунд задержка после вдоха, 5 секунд на выдох, и 5 секунд задержка после выдоха, каждый, ну, каждый это сделает сам, просто попробуйте понаблюдать, уйти своим вниманием в тело, вдруг вообще, может быть, заметите, что у вас плечи напряжены, и вы можете как-то чуть расслабить, или живот выдержали, всю лекцию подтянутым, то есть, как будто бы обращение внимания на дыхании просто дает нам возможность заметить наше мышечное напряжение, наше сердцебиение, и самое главное, это незаметно, никто не видит, что вы делаете в этот момент, а еще вы можете обнаружить, что вам, например, сложно даже 5 секунд делать задержку, или 5 секунд делать выдох, например, в теле так много напряжения, что вам сложно сделать плавный выдох на 5 секунд, и вы можете сделать иногда дыхание этот квадрат более коротким, например, 4-4-4-4, но еще, кстати, классный ход, это иногда делать дыхание озвученным, и выдыхать с выдохом, со звуком, потому что это просто расслабляет челюсть, а это еще один стрессовый код, помимо того, что во время стресса у нас становятся ватными ноги, у нас учащается дыхание, становится поверхностным, еще у нас часто поджимается челюсть, и мы немножко как бы зажимаем шею из-за этого. Вот, дыхание классная штука, даже если вы просто возьмете это из этой лекции, то будет супер, и будете об этом вспоминать иногда и дышать. Дальше касание самомассажа. Так вот, это вообще табуированная тема, но вообще в нашей культуре как будто бы касаться себя это что-то странное. Недавно, вот в феврале, кстати, в Алматы я брала эмбриологический курс о том, как развивается человек, человеческий организм с момента зачатия до момента рождения. Супер интересный курс. И там важная мысль, ну я как бы ее знала, но там еще раз как будто прожила ценность, что нервная система и кожа развиваются из одного пула клеток. То есть они, как будто бы это нервная система и кожа это очень связанные друг с другом вещи. Вот, и когда мы касаемся своей кожи просто каким-то любящим, спокойным прикосновением, то это очень быстрая штука, которая тоже нас успокаивает и в стрессе помогает нам справиться с перевозбуждением и с переживаниями. Еще это увидела нейропсихологов. У меня у ребенка из ДВГ, но это звучит как-то странно, но на самом деле ничего такого, просто ей сложно внимание собирать и учиться немножко сложно. И когда мы пошли к нейропсихологу, то она вложила ей просто перед занятием на кожу какой-то тяжелый предмет, который ее как бы заземлял и успокаивал. И настолько тоже прикольно было, как менялось состояние, то есть она сидит не может вообще собраться в кучку, какое-то простейшее задание сделать и потом прикосновение чего-то тяжелой к коже, и ребенок заземляется, фокусирует внимание, становится здесь и сейчас и справляется с этой задачей. То есть будет классная тоже тема. И здесь же объятие. Как вы помните, вначале мы говорили про биохимию стресса, когда начинается стрессовая реакция, кортизол повышается, а окситоцин снижается, потому что они тоже антагонисты противоположного действия гормона. Но окситоцин такое в простонародье, типа гормон любви, привязанности, но не углубляясь в какие-то дебры гормонов, действительно, когда мы обнимаем близкого человека, которого мы любим, или может быть кота, если у нас нет близкого человека под рукой, то уровень окситоцин цена повышается, и кортизол, соответственно, снижается. То есть это действительно тоже работающая тема. Я даже читала одну книгу типа про женщины стресса. Там автор считала, что женщины более устойчивы к стрессу именно потому, что в их жизни больше окситоцина благодаря критному вскармливанию. Потому что когда женщина кормит грудью, это огромный спряток окситоцина, но и в целом как будто бы у женщины больше контакта с детьми, и это просто на гормональном уровне помогает женщине справляться со стрессом с кортизолом. Вот такое было мнение, не знаю, насколько оно обоснованное, но что-то в этом есть. Ну вот это вот касание объятия. И вот даже интересный код, в принципе, я этого уже коснулась. Но еще раз просто скажу вам, что стрессовая реакция, получается, ее паттерн это сжаться, я как будто бы защищаюсь, во всем моем теле происходит напряжение. И тут, знаете, иногда говорят, напрягается диафрагма или напрягается то, напрягается все. Давайте не будем мыслить о теле, как о куче разрозненных кусочков. Все-таки это что-то единое и целостное. Чтобы у меня не напряглось, возможно, у меня есть какое-то хроническое место, которое напрягается. Но на самом деле все стянется, как будто бы все ткани, они в этом поучаствуют. Ну вот это вот потеря опоры, дыхание и соматическая школа там вот в Московск, ну это не Московский, это Европейский институт, называется IBMT. Я там это взяла. Этот институт изучает, как через работу с телом мы можем влиять на свои молодцы, состояние и так далее. Вот у них такие простейшие техники, типа там встань, заземлись или там расширяйся. И при этом они это изучают на научном уровне, а рекомендации очень простые. Вообще в этом проблема, что когда мы читаем всякие научные книжки про стресс, там много-много очень соматрёны, какой-то теоретической части, а потом в части выводов и практики мы читаем такой совет, типа подыши, встань на ноги, мы такие, ну что-то не так, тут должна быть вообще там какой-то секрет, что-то мне должны тут открыть. А вот реально все эти советы про стресс, они довольно простые. Сложность в том, чтобы это применять. Даже вот, допустим, на то, чтобы применять вот этот телесный код, надо просто себя чувствовать. И как мало людей, которые вообще с телом в контакте и живут, чувствуя, как любая эмоция в теле отражается. Да, таких не так много. Вот. И хотелось еще озвучить, что есть специальные телесные практики, например, травма-релиз-эксссайз или ТРИ называется, но она, наверное, уже так больше как-то перетекает из тела в психологию, но она как-то на стыке существует. И там смысл такой, что когда у меня стресс, я чувствую напряжение. И я могу пойти парадоксальным путем это напряжение усилий довести до какого-то катарсиса, и тогда мое тело сработает как бы на уровне, на принципе релиза, оно отпустит напряжение и включит расслабление мышечное. И вот этот ТРИ метод, он предполагает, что человек, находящийся в стрессе, он еще там специальное упражнение делает, в котором он еще больше напряжения создает, и у него там прям такой тремор по всему телу проходит, и происходит релиз, отпускание напряжения, и тоже это классная работа. То есть это метод, который применяется даже в работе с травмой через тело. Во-первых, можно подумать, почему для тошноты не хочется, вот это слово прям можно подчеркнуть, потому что вот это напряжение, которое есть в мышцах, скелетном мускултуре, оно же есть и в гладкомышечных волокнах, внутренних органов и в тех же желчных протоках. Они напрягаются, желчный выделяется, и еще, кстати, когда у нас стресс, то кровь не направляется к внутренним органам, она направляется к мышцам, я как бы должен бежать. Вот, и вообще пищеварение идет очень плохо, и за счет спазма он идет плохо, из-за чего того, что пищеварительные соки плохо выделяются. Можно немножко простимулировать каким-то образом выработку пищеварительных соков. Есть в традиционных медицинах множество методов, как это делать. И наверняка, сейчас скажу, вы скажете, а, точно, я это знал. Например, в Аюрведе люди перед едой жуют кусочек свежего имбиря с солью. Это диджестив, это способность помочь желудку вырабатывать желудочный сок. Когда вырабатывается желудочный сок, ты захочешь есть, ты почувствуешь это. В нашей, ну, как бы, на территории, там, типа, аля, на нашей стране, это, ну, какая у нас же страна, на территории СНГ, вот, так скажем, у нас в культуре была идея пить, жевать горькие травы, которые тоже вырабатывают желудочный сок. Вот, до недавних пор я жила в сомн-доме, и мы делали весной салаты, там, ну, задуванчик, осныть, и вот это вот все было, как бы, у нас, вот это жевать траву, и тоже это способствует выделению желудочного сока. Ну, это какая-то более, такая, мускульные методы, ну, а сейчас можно купить ферменты растительные, пожалуйста, папаин, бормилин, безопасные штуки, или можно взять яблочный уксус, натуральный только, пожалуйста, взять ложку этого яблочного уксуса, растворить в воде и выпить, это тоже простимулирует выделение желудочного сока. То есть, как-то можно подстимулировать свои органы, которые, да, действительно не хотят есть и еще можно есть какую-то щадящую еду, например, бульон какой-то, у него много аминокислот, и это тоже будет хорошо, и это жидкая еда, такое питание, как для ослабевающих людей. Ну, вот давайте к питанию перейдем, а вот у меня еще тут был слайд идея, что сегодня я сказала какие-то методы, которые, сталкиваясь с моим опыте, сталкиваясь мне в момент изучения литературы, общения там с какими-то кальфеями этой темой, но на самом деле вы можете придумывать какие-то свои способы самоподдержки, и, например, в одном из обучений встречались такие вопросы, а как вы успокаивали себя в детстве, а как вы справлялись со стрессом в подростковом возрасте, иногда люди такие обнаружили, о, я там одевал наушники и уходил на улицу гулять под дождем, и может быть окажется, что вам классно и сейчас, когда у вас там, например, какой-то кипец дома, одеть наушники и пойти гулять под дождем, и для вас это сработает, то есть не обязательно смотреть на то, что кто-то придумал, можно и самому понаблюдать за собой, что вам помогает. Ну вот в принципе питания, вот не голодать, полценность, балансирование, мы только что обсудили, и вот тут три группы продуктов, давайте скажем, как их можно назвать, какие-то макронутриенты, мясо, рыба, яйца, белок, супер, масло, сыр, жир, да, и углеводы. Как я уже сказала, повторю эту важную мысль, белок, это скорее структурный, стритный компонент, а жиры и углеводы, это энергетические субстраты, то есть мы их способны сжигать и получать энергию. Есть много нюансов, какие-то люди умеют сжигать жиры, какие-то не умеют сжигать жиры, у каких-то людей не вырабатывается желчь, поэтому они не усваивают жиры, какие-то люди уже переели углеводом в конец, и вроде бы они их умеют сжигать, но у них, например, уже инсулинорезистентность, им бы их уменьшилась, то есть есть много нюансов, но грубо говоря, наше питание должно строиться так. Есть такой ход, например, вы в стрессе, и вы понимаете, что вы хотите съесть, какую-то типа мусорную еду, вот эту вот хай-фэт, ну, например, не знаю, пиццу. Ну, добавьте просто вы к этой пицце еще продукты из других категорий. Пусть у вас там еще будет на столе лежать, там, не знаю, отварное яйцо, и пусть у вас еще будет, например, какой-нибудь нормальный источник жиров, там, четвертинка авокадо. То есть даже если у вас есть не очень бог еда, постарайтесь добить ее хоть какими-то сбалансированными элементами, и это будет неплохо. Вот, обогащать рацион пребиотиками и ферментами. Почему это важно? Потому что вот этот микробиом, который вырабатывает коротоконцебочные жирные кислоты, который в том числе в выработке серотонина, есть даже там мнение, что 90% серотонина чуть ли не в кишечнике вырабатывается бактериями, но в любом случае он важен для нашей нервной системы. Вот этот микробиом, он умеет есть только определенные вещества. И, как я уже сказала, мы договорились с этими бактериями, что мы съедаем, например, овощи или какие-то крупы, и в овощах и в крупах есть те волокна, клетчатка, которые мы, люди, не способны переварить и усвоить. Это специально так сделано. И эти вещества доходят до толстого кишечника, где живут наши бактерии, совокупный вес которых, кстати, 2 килограмма. То есть их там реально много. Они ждут эту клетчатку. Они кушают эту клетчатку, ферментируют там ее по-всякому и получается полезно, необходимое для нас вещество. Считается в диетологии, что типа 5 порций овощей в день мы должны съедать. Иногда это пугает. 5 порций овощей. Но если мы договоримся, что порция – это примерно ладонь, то, в принципе, это несложно. Ну или там вот иногда ладонь, иногда горсть. И второй момент. Для нашей бактерии могут быть важны не только клетчатка, но и ферментированные продукты. И вот мне хотелось уделить внимание тому, что мы… То, что присутствует в казахской кухне. Честно, я сама не пробовала кумыс, но вот, например, айран я люблю. То есть вот эти все йогурты, ферментированная кисломолочка – это тоже хорошо, потому что она, во-первых, нашему организму нужно меньше сил для того, чтобы переработать ферментированный продукт. Там как бы бактерии уже все почикали. Понимаете? То есть ферментация, в сути, вот я так детям объясняю, это как можно представить, как ножницы. Есть какой-то макронутриент, и ферментация – это дробит на простейшие части, простейшие части, которые потом могут усвоиться у нас в крови. Вот ферментированный, например, йогурт, там уже вот этот белок и сахар молочный, они уже ферментированы, то есть они уже существуют на уровне меньших частиц, и нам легче их усвоить. В стрессе, когда у нас плохо работает пищеварение, это было бы неплохо. Часто люди встают и пьют кофе, и потом что-то происходит, а потом начинается работа, а потом что-то, что не так, и потом я обнаруживаю себя в час дня, что я ничего не ел. Вот для человека в стрессе так нельзя делать, потому что, как я сказала, кортизол – циркадный гормон. Утром у него пиковое значение, самое высокое, и потом он снижается. И кортизол катаболический, то есть он расщепляет белок. Нам нужен белок, когда мы проснулись. Вот эта вот история съесть кашу с утра – это какая-то история, которая не подтверждена в современной диетологии. И это скорее… Ну, то есть она не обслуживает энергии. Съесть кашу – то есть что такое каша? Это, как правило, овсянка, вот эти хлопья – это же простые углеводы. Это не сложные углеводы, вот это уже расщепленное зерно. Мы его съели, оно быстро вызвало пик сахара в крови, потом низко опустилось. В основном хотим есть через 2 часа после этой каши. Ну, то есть в идеале постараться что-то включить белковое на завтрак. Пусть это каша, если вы к ней привыкли, но к ней, пожалуйста, кинтиказы, яйцо пашот. Ну, я вот, например, в последнее время что-то их делаю, потому что супербыстро. Ты создал эту воронку, и туда вылетает яйцо, и у тебя готово. Ну, или вот, например, шурпу я привела в пример, почему-то многие люди, для них диковато съесть суп утром, бульон. Хотя это доступная еда, это аминокислоты в бульоне. Можно не есть это мясо, но в принципе, бульон с овощами классная идея с утра. На самом деле, говорю, подходит ослабленным людям. Бульон, например, и утром можно есть. А почему важно в течение часа, чтобы кортизол... Потому что тогда кортизол, вот этот катаболический эффект расщепления белка, он тогда начнет расщеплять белок, который существует в теле. Где у нас белок существует в теле? То есть где у нас депо белка, так скажем, депо в кавычках? Это мышца. Да. То есть тогда белок будет брать, кортизол будет брать белок из мышечных структур и запускать эти катаболические реакции. Почему кортизол так делает? Потому что кортизол пытается повысить пул энергии. Он пытается, он сжигает гликоген печени, он пытается сжигать белок и так далее. То есть на самом деле у людей, у которых вообще, в принципе у людей сейчас мало белка в питании, у нас же высокоуглеводное в большинстве своем питании макароны, хлеб. Уделять внимание тому, сколько мы едим белка, это классная традиция. Вот. То есть на завтрак мы что-то съели белков, допустим, даже добавили. Это уже хорошо. И четвертый принцип. Ну вот я, в принципе, про это уже касалась. Постараться не обслуживать едой эмоциональные проблемы. Или хотя бы отражать осознанно, что я это делаю. То есть понимать, что я сейчас действительно хочу есть. Это физиологический голод. Или я сейчас просто переживаю и я едой обслуживаю свою какую-то внутреннюю тревогу. То есть по большому счету еда как бы может это делать, но нерегулярно. Если регулярно мы едой обслуживаем свою эмоциональную тревогу, то это приведет к проблемам со здоровьем. Еще последний принцип питания, то есть еще раз, принципы питания в стрессе это баланс, режим санатория, то есть все-таки есть белок с утра. И последний принцип, как я уже сказала, стресс активирует симпатику и у нас ухудшается пищеварение. И поэтому есть такие лайфхаки на делать какие-то специальные маленькие действия, вот как эта история про ритуал, которые будут включать, помогать нашему организму включить парасимпатику. Вот смотрите, на картинке один, такая вот как бы кухня, ну как у большинства из нас, когда у нас очень много работы, и как бы на ней возникает желание быстро схватить этот бутерброд, быстро выпить этот чай с пакетиком и убежать. И как бы не сидеть, ни чилить, ни кушать. Но если мы что-то чуть-чуть поменяем, вот сейчас весна, в Казахстане довольно дешевые цветы, вот мы поставим цветы на стол, мы сделаем какие-то классные тарелки, может быть мы пойдем с членами своей семьи в кончарку, сделаем эти тарелки сами, может быть просто купим какие-то, которые будут радовать наш глаз. Если мы уберем гаджет за хотя бы 15 минут до еды, сядем спокойно, включим любимый джазик, классную музыку, и у нас уже будет совсем другое состояние. Хотя на тарелке может быть тот же самый бутерброд. И вот то, о чем сказала Женя, ну я не хочу есть, ну уже меняется состояние, режим неоднократно, система меняется, я из симпатики перехожу в парасимпатику, я делаю маленькую паузу перед тем, как начать есть. И у меня лучше идет пищеварение. Это вот важный принцип. То есть часто мы пытаемся улучшить пищеварение биодобавками, что-то выпить, вот опять же схватить таблетку. Иногда это просто нужно сделать в организации своего питания, в том, как устроена наша кухня, в том, что стоит на столе, и будет лучше. Во-первых, биохакинг — такое маркетинговое понятие, что, смотрите, можно нарисовать такую диаграмму, систему окружности. Окружность в центре, окружность по большим диаметрам и окружность по большим диаметрам. Вот окружность в центре — это болезнь и смерть. Окружность по большим диаметрам — это малоадаптация. То есть это когда человек еще не болеет. Я долго с этой границей сама не могла разобраться, даже пошла медицинское прозвание получать, потому что мне казалось, блин, ну где вот граница наших компетенций. Малоадаптация — это когда человек, вот какой-то современный человек, который хочет просто быть более энергичным, вот он еще не заболел, но что-то идет не так. И он как будто бы хочет с кем-то пообщаться, чтобы его поддержали и направили на путь истинный. А есть еще состояние, ну вот в России эту идею развивал Лазарев в Военно-морской академии. Оно называлось «Состояние неспецифической повышенной сопротивляемости». Он развивал тему адаптогенов. Это состояние, в котором человек не то чтобы не болеет, он живет так, что у него есть резерв на то, чтобы справляться с вызовами жизни. Он живет так, что у него есть много энергии, он живет так, что у него большой энергетический запас. Вот биохакинг, наверное, это как из нормы идти вот в эту сторону, как идти в сторону типа много сил, идти в сторону Супермена. Но мы сейчас не говорили ни об этом, мы говорили как-то из этой малоадаптации не свалиться в болезни. То есть понимаете, я могу заниматься биохакингом, если у меня уже все, я закрылась от своей дефициты, я чувствую себя хорошо и хочу чувствовать себя еще лучше. Но если я чувствую себя и так ослабленной, я чувствую, что у меня в жизни все нестабильно, много тревоги, то не надо биохакинг, надо как бы просто к норме выйти, чувствовать себя нормально и выстроить питание, выстроить какие-то базовые вещи, а потом уже биохакать себя. Вот, представляете, мы закончили. Я тут оставила свои контакты. У меня есть канал Телеграм, называется «Каша в голове». Там вот как раз-таки у людей часто «Каша в голове» — это тема питания, белки, жиры, углеводы, что когда и как. То есть там что-то пытаюсь писать. Ну, есть Инстаграм, там больше какое-то, наверное, мылое вставил, все на свете. И я сейчас буду вести занятия йогой. Вот как раз-таки сейчас мне интересно йога, не эзотерическая, а йога, которая помогает, такая практически применимая, которая помогает современному человеку, который не пытается уйти медитировать в горы, а живет обычной жизнью предпринимателя, родителя, какого-то творческого человека с помощью движения, дыхания, каких-то соматических приемов быть более устойчивым и справляться с этой жизнью. Друзья, еще раз большое спасибо. Хотел бы сказать, что наш «Виктория» — это проект некоммерческий, и мы будем благодарны за вашу поддержку. Вы можете оставить нам донат, реквизиты на экране. И очень важной поддержкой для нас будет, если вы подпишетесь на наши каналы, на телеграм-канал, на ютуб-канал особенно, где мы выкладываем все лекции. Смотрите наши лекции, подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить анонсы на ютуб-канал, чтобы посмотреть то, что вы пропустили, еще раз пересмотреть то, что вас заинтересовало.